дирижабли нету их те которые наши да где они делись вас били последний тоже догорает я не летали не так как нам говорят и они не крыльями махали да они как висели не не просто говорю они очень быстро летать да да и могли зависать на месте и они не зависели от ветра не летели туда куда их ветер гнал они летели туда куда их направляли это было полноценные военные корабли внутри нас самый большой который гондола сверху она не пустая была точнее там не все было пусто не только газ там был там вообще мало было и там часть как какое-то пространство этого объема механизма занимали да 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 это не то что вот потом показывают что что там сгорел водородом накачены и так далее это не такой совсем да это михать там механизмы были внутри шишечка которые на по центру гондолы там то что-то или то ли принцип как-то с гравитацией вы воздействовали было устройство передней в передней части и не только в передней хвостовой тоже управляла все энергии пилот перенаправлял энергию два разных типа было где-то с помощью механи механизмов перенаправляли или просто могло перенаправляться чуть ли не силой мысли то есть достаточно было пилоту подумать корабль менял курс механизмы были уже резервные системы управления вторичные вторичные да меня потряхивает это нормально дополняется энергией до питались эти корабли от той же сети которая была разрушена вот эти три последние они уже почему их сбили они были на ручном управлении с помощью механизмов управлялись очень большие были скорость реакции не то было скорость взаимодействия механизмов не те были и у ни в них энергии не хватало потому что часть разруш to do Именно так все и было. Можешь посмотреть конец. Ты долго жил после этой катастрофы? Нет. Такое ощущение, что недолго. Смотри момент сгибели. Что произошло? Сейчас. Немножко. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ну как-то вот надо бы как-то. Я поднимаю. Меня трясет. Луч проходит вблизи от нас. Луч. Ты видишь, откуда-то сверху идет или это взрыв плоскостной? Это... Нет, от этого луча мы не умеем ничего. Это мой один из взрыва остались. Луч из этого из корабля. Проходит над нами и разрушает. Ну как практически срезает. Он врезается в границ здания. Крошит его сверху. Здание начинает обрушаться. Камни сыпятся рядом. Уходим так от них, пригнувшись, убегаем. Народ там, блин, матерится. И нас уже меньше настроя осталось. А Боз ушел? Ну да, да, да. Выходит из города последний. По ощущениям уже нет никого. Практически проверил. Посмотри. Момент. Видишь где-то там какое-то железнодорожное полотно? Что-то. Развязка. Я вижу. Железнодорожное полотно нет. Это вот длинная-длинная прямая улица была. Возможно, даже если карту глянуть, я в Питере не был ни разу никогда. Это узнать можно. Пройти по этому городу и почувствуешь где-то. Так же, как сейчас колбасит, и там начнет колбасить, поверь. Сносят шпиль. Шпиль был острый. Его лучом срезало. Камни падают. Посмотри на эти. Выходим за обозом. Начинаем. Последние проверяли. Начинаем уходить тоже из города. Да. Свой район, центр. Ну, какую-то часть города. Сегмент какой-то вы проверили. Все. Все ушли. Город уже без энергии стоит. Энергии в городе нет. Много дней уже идет бой? Или только прилетели, или какое-то по времени сколько-то. Это не первый день. Да. У нас в городе уже несколько дней. Да. Несколько дней, потому что нет воды, вода кончилась. Энергия стала пропадать не сразу в городе. По мере разрушения эти корабли прилетали налетами. То есть он сегодня прилетел, часть разбомбил. Ну, поначалу они отхватывали от нас. Потом, когда по мере разрушения сети строения, ретрансляторов, энергии становилось все меньше. По всей планете, да? Да. Накаченность. И те же самые эти режимы. Просто в последний момент их нельзя было поднять в воздух, потому что не было энергии. Поле не было, да? Они на поле как плавали, как поплавки, да? Энергии не было. У них свои антигравы, но небольшие. Просто для того, чтобы пользоваться этим полем общим. Вот так чуть-чуть. Энергии в городе уже не было. Мы уходим. Начинаем уходить вслед за обозом. Идем все оглядываемся на этот дом. Точнее на то место, куда прошелся луч. Где шпиль срезало. Их не цель. Не массовая. Лишить мир, землю, энергии. Точечно. То есть вот эта сеть, они били точечно. Поначалу они огребали хорошо. И эта война длилась долго. Они прилетали, улетали. Они как наскоками. Появлялся корабль поначалу. И выводил из строя. Поначалу они с высоких орбит били. Да. Точными ударами. С высоких орбит. Ну как. Ну с орбит. Там, где мы достать не могли. Да. Били точно по центральным храмам, сооружениям. И били. Не только лучевое оружие использовалось. Также грибы большие. Нападали ядерных ударов. Да. Бомбардировка. Очень долго все это подлилось. По моим ощущениям, где-то около полугода противостояние шло. Сначала разбивали. Основные. В Сибири очень много было. Резинсляторов. В Сибири и в Африке, да. Разбивали основные. Потом переходили мелкие корабли. И уже производили, так сказать, энергетическую зачистку. Разрушение остатков крепостей звезд. Храмы сносили. Купола, верхушки срезали. Ушпили лучами. Народ уходил. Холодать начинает уже. Пепла много идет. Грязный снег. Его не было больше. Вообще не было. Это просто дикость была. Люди даже не знали, что такое снег. И здесь он грязный. Люди мерзнут. И снега много грязного. По колене проваливаются. Люди просто идут и замерзают. И солнца нет. Долго шел обоз. Я не пошел за обозом. Я проводил его взглядом. Такое ощущение, что я не был в Питере. Невский проспект. Не знаю. Вот эта длиннющая-длиннющая прямая улица. Я проводил обоз взглядом. И мы втроем ушли в другую сторону. Начали пробиваться к тому месту, где дирижабли упали. Мы как бы посчитали, что наша работа здесь выполнена. Мы гражданских этот сектор зачистили. И пошли туда ближе. Смотреть, есть ли там выжившие. С дирижабли. Потому что они падали медленно. Очень медленно падали дирижабли. Тигравы еще работали. И мы пробивались туда. Посмотреть, есть ли там выжившие. Задняя часть вот этой гондолы, большой, которая сверху. Где-то на одну треть расколота. Гондола где располагалась? Не, ну вот эта, которая якобы должна надуваться газом. Она не с ним надуваться, да? Да. Там внутри какие-то... Она расколота пополам. Соответственно, каркас обтянутый, но он откололся. И там никакого газа практически не было. Там механизмы торчат. Какое-то излучение наподобие искр. Но искры не как сейчас от нашего электрического тока. Какие-то другие... Энергия, да, просто. Мы проламываемся, пробираемся туда через осколки. Тарелка практически над нами висит. Чуть в стороне, буквально над нами ее край. Она огромнейшая. Ну это круглая, да? Да. Она круглая. Это самая маленькая. Это как диск, но она огромнейшая. Диски это вообще мелочевка. Там есть... Пусть жаблями на раза в три больше. Там есть треугольнички, есть квадратики. Это мандец. Вот квадратики это мандец. Вот этот диск. Вот наши дирижабли самый крупный был. Вот этот диск раза в три больше него был. Мы пробираемся к дирижаблям. Вокруг разрушение. Лезем через обломки. По-моему, мужчина, который со мной был, не помню, как зовут. Ногу подворачивает, падает. Куда-то у него нога соскользнула с камня, между камней. У него перелом. Мы так и не дошли до дирижабля. Не дошли. Не дошли. Что произошло? Вот эти мужчины склонились, которого нога провалилась. И? Открытый перелом. У него кость торчит из ноги. Что дальше помнишь еще? Добивают остатки дирижабля лучевым. Взрыв идет. Да. Взрыв просто. Нас волнует, значит. Все, да. Это та волна, о которой я рассказала, что все. Нет. Ух ты. Это та волна, от которой я погибла. Ну, накачка, лазер. Да. При встрече с сопротивлением там идет вторая накачка. Не просто свет, а материя передается. Где он встречается, получается. Обалдеть, как все сходится. Да. Я же рассказывала, люди все ушли, а боза нету, людей всех нету, все вышли из города. Я осталась, сидела, ждала, пока корабль не упал, потом начала бежать. И все, взрыв, и нет. Я долго падал, я вижу вот эти вот жидостанции. да, два разных участника этой ситуации. Три, я тоже там чуть-чуть участвовал. Ты сверху, Еще другие усомнания. Я так смотрю, падаю, раненый уже, смотрю на медальон. Красиво было. Перерывчик. Да, Андрюх, и колбасит. По страшному, мне просто суставы все выворачивают. И вот этот взрыв, и все, и больше ничего нет. Я тоже помню, до взрыва, а потом вот такой яркий свет и темнота, все, не стало. Я обернулась, чтобы идти к этому, бежать к этому дирижаблю, убегать уже смысла нет. Хотела добежать до дирижабля, и вот этот взрывился и никуда. На мне до него далеко было, наверное, около километра. Вот по расстоянию, так по улице, туда далеко было. Мне минут 10 бежать нужно было идти. Лазер с ядерной накачкой. Да. Если ты понимаешь, о чем я, Андрей. Да. Я не понимаю, но я вижу. Угу. Небольшой перерыв, и тебя, вот как хочешь, ничего не знаю, но нужно вспомнить еще одну жизнь. Предыдущую. Вот ничего не знаю. Отдыхай. Какая форма? Старая еще. До военного образца. Угу. 37-й год примерно. Так. На мне форму. Так. Так. Вот кто пе? Угу. Личневая. Угу. Личневая. 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 Сапоги. Не военный. Милиция, по-моему. Нет. Наши армия. До войны. Советская, да. Да. До войны. Войны еще не было. Угу. Артиллерист. Угу. Лейтенант. Так. Так. Дмитрий Сергеевич. Кажется, ко мне обращались где-то между 25 и 30 годами. Почувствуй, почувствуй этого мужчину. Не спеши, почувствуй, да. Ощущения. Давай по ощущениям. Сначала убери вот эту вот скобу. Она снова на тебя, это я убирала, она снова наделась. Ага. Я ее вот так вот взял, вот так она у меня в разогнутом состоянии, но на руках я ее держал. Угу. 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 Ты уже почувствовал, что есть картинки, которые приходят непонятно откуда, как из этого обода, а есть ощущения. вот когда-то начал рассказывать про советскую армию, ну вот у них их ощущения у меня не было. У тебя были? Угу. 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 Спасибо. 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 Не могу он опять. Вот я его в руках держал, а вот как-то сломать его и руки не поднимаешь. Почему? Сам не хочешь или не можешь? Не могу. Что ты не держи? Я понимаю, что я могу его сломать, но рука не поднимается. Как запрет. А вот где запрет? Да, запрет. Почему? как руки вот так вот у тебя 100 может еще какой-то обруч на руках смотри грудь руки когда пытаешься поднять вот именно с намерением вот это вот снять они как вот резинками назад такой же каркан только на уровне вот груди условно и он не дает тебе где центр этого капкана чужой воли как 3 знаешь еще как где-то на заднице не знаю зачем на заднице капкан но тоже как обручно-половой границ это центральный да это все однотипные либо разные тебе постоянно так же давно мне отсюда идет правильно раньше идет а давай посмотрим откуда то есть он как и тот который на голове все три капкана идут одновременно где-то да или нет как чувствуешь они одновременно хорошо давай смотрим когда они установлены момент когда их нету кто-то не могу понять говори что идет руки не человеческие как выглядит конечности ну ладно блин не может быть ну конечно не может но говори нету не то конечно но говори говори по любому ну давай я звучу пальцы с перепонками зеленые почему бы нет почему бы нет ты российский тебе зеленые пальцы не нравятся я просто перед этим почему недавно же только вот но пальцы зеленые уже хорошо что не белые что ты белой тритоникой не был это уже хорошо ты свои руки видишь или поставил или вот или на свою смотрел на твои так на лапу вот так вот какая то есть голубовато зеленая ну да классно плавать удобно загребаешь в конце пальцев ну да они не не прямые как вот у обычный хребет какие-то закругленные шишечки в носу не поковыряешься да и нос там нету лампки лампки винатные да а ноги есть? да ноги есть у тебя там? вот ты на руки посмотрел руки с пальчиками такими с перепонками круто а ноги есть? какие же пальцы длиннее? шарики на задних лапах меньше повезло ходишь на двух на четырех? я сейчас на берегу реки стоишь на четырех или на двоих на задних стоишь? на четырех угу одна лапкой вот так по лицу проведи почувствуй как ты выглядел знаешь как вот раз сканер ну вперед выбирай так как этот челюсть ну глаза в задних и блин почувствуй разумный? или на уровне инстинктов там как-то? разумный мысли есть в голове, да? о чем думаешь там на берегу? под водой город кто живет в городе? не наш город как выглядит? пузыри воздушные там там здания ну как там живут существа, они воздухом дышат они не 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 совсем лептилии земноводные но кислород нужен рептилии рептилии прямоходящие на двух ногах я тоже на двух потому что ну я просто на берегу лежал я выплыл только на берег зачем я на берег выплыл? растительность, песок под лапами листья какие-то синеватые там странный город он в форме, знаешь, как икринки как икра, только огромный да, было такие купола у меня купола, да шары шары, да один на другом как налеплены один на другим ассоциация пошла в звездных войнах а, да так уже показывали ну там чуть-чуть примерно это белый просто не прозрачный там прозрачный показан да а там у тебя белый, да? а зачем я на берег выплыл? я уставший сильно у меня кровь течет ты оттуда убежал, что ли? да, и она не красная фиолетово-синяя и у меня такое чувство реально я сбежал оттуда и я назад оглядываюсь и у меня мысли получилось кто там тебе причинил вред кто на тебя напал? такие же существа были где в этом моменте блоки на тебе устанавливается? давай посмотрим в городе я в этом ты убежал с этими колодками? да там три были на голове и на передних конечных ну на верхних и на лапах на всех вот почему три вот почему на заднице еще да да, такое впечатление, что как вырывался убежал они порваны они на нем таки висать и стали свисеть как цепи какие-то были с дубьями внутрь да как кандалы капканы за полукруглый какой-то тоже такая купленная система уже в этом городе другие существа они такие как я я в них в пленах был да, реально ты в них в пленах был ты вырвался поэтому ты весь в крови и меня там тебя разрезали что-то стол для экспериментов для препарирования какие-то механизмы тонкие наподобие иголок такие свисают и я на этом столе как выглядят существа которые вокруг тебя они тоже рептилии но они такие если у меня кожа гладкая у них бугры а у них чешуя бугры и чешуя да а скажи ты у себя дома или они тебя куда-то приволокли? условно они напали захватили ваш дом и они там с тобой что-то делают или они тебя куда-то приволокли? это было в городе как раз в тот момент как на опытах ну блин мурашки опять потело у меня меня волокут на руках на шее браслеты от браслета длинные палки если начинаешь противляться идет как разряд током эти иглы внутри не иглы а шипы ну зубья эти внутрь проникают все правильно что они от тебя хотели, Андрей? им информация нужна была о чем? ты владела этой информацией или у тебя ее не было? я владела этой информацией но они на хитрость пошли они дали мне сбежать они поставили вот эти вот капканы колодки и дали мне уйти только сделали это так они как бы разрешили мне сбежать чтобы я понял это что я сбежал но потом эти устройства они как-то передали им информацию куда ты пошел когда сбежал? вот ты на берегу лежишь что дальше? ушел поднялся начал ходить в углу берега планета обитаемая вот эти так как-то конфронтация на планете между двумя расами идет вот эти рептилии если их можно так назвать которые у которых я в плену был и такие как я гладкокожие там больше на каких-то ящериц похоже? да тоже гладкая но как вот наподобие этих тритонов ну что-то такое большая ящерица какая-то гладкая такая влажная мы без влаги долго не можем тоже да она пересыхает и трескается вам необходимо ты уходишь в клуб потому что тебе нужно как спрятаться на то же время далеко отойти не можешь надо солнце светит сильно назад идти я боюсь в воду потому что за мной была погоня погоня была сделана так чтобы меня в этом убедить зачем они зачем у вас почему у вас война идет? они с вашей планеты или они откуда-то прибыли кто эти рептилии? они не живут в городе в котором под водой вы всегда там жили под водой? нет они не всегда там жили они пришли откуда? они пришли извне так как рептилии у них соответственно они базу под водой построили в воде тоже планета большая практически вся водой скрыта материков меньше на земле да это какая-то цивилизация под водой под водой да или это рептилии рептилии захватили какую-то планету им нужна была информация также о защитных системах у них тоже были проблемы захватить просто прямым ударом такой не нужен был прямой удар им также нужны были лишить планету энергии да они хотели жить условно да они как рекрутовы набирали это что препарации это как форматирование сознания какие-то какие-то тоже ну это нормально то есть то что то что ты говоришь ты видишь зеленого вот это нормально то есть душ это поднимается снизу вот травм насекомых там это естественное развитие да люди да естественное развитие если человек волка себя раньше это нормально в не очень человеческом теле это нормально вот эти обручи видишь как давно ты на себе таскаешь смотри как в том моменте можно от них избавиться как передумать в том моменте можно как расправить свою энергетику чтобы она не была зажата да почувствуй себя в том моменте когда на тебя надели эти обручи обманом по сути когда ты купился на их обман не идет ничего смотри они одели на тебя смотри когда они одели на тебя эти обручи то что ты рассказал ты в этом подземном городе они одели они тем самым дали тебе понятия они тебя обманули они одели чтобы ты думал что как бы сдерживает но на самом деле это тебя не сдерживало это уловка это приманка это обман вот сейчас ты думаешь что они сдерживают да и вот эта установка осталась то есть ты у тебя на энергетике они ты думаешь что есть вот ограничений не спавси от этих ограничений как передумай возвращайся в тот момент почувствую выдави не принимай программу когда чужая воля может собой руководить и скловать тебе все и и смотри что с тобой потом произошло ты начала избавляться от этих капканов я не могу пока туда вернуться я не могу вот это в то тело попасть там все очень просто смотри, если ты погружался в воду на какое-то время, чтобы смочить кожу как реагировали эти капканы от них ничего не шло или что-то выделялось смотри, вот ты погружаешься в воду ты уже вышел из воды, ты уже убежал далеко, потом снова возвращаешься потому что кожа очень пересыхает смотри, что происходит, какая реакция эти капканы как-то начинают воздействовать или они просто там я потерялся, я говорю, не могу сейчас пытаюсь ну попробуй почувствуй просто сними их ошибы кожу дерут вот когда их не трогаешь они не мешают знаешь, вот просто вот его и кожа начинает, вот хочешь его снять и они начинают рвать кожу там иголки внутри, да да, начинают кровь идти когда их не трогаешь все хорошо да, и ты решил, что пусть они остаются потому что их же больно убирать вот сейчас прочувствую это решение но из-за этих обручей ты как не мог далеко уйти и ты не знал, что делать тогда они тебе и дают и мешают как бы но убрать их больно и ты решил, что пусть они лучше остаются ну потому что их снимать очень больно но этот опыт ты уже пережил зачем тебе снова и снова это фиксировать сейчас у тебя другое тело и репты за тобой больше не бегают может пора избавиться ты правда все гениально и просто смотри, если ты снимешь никакой репты к тебе не прибежит снимай сейчас надо это понять, осознать в том моменте ты снимал и причинял себе боль и ты решил, что пусть они будут и это желание, что пусть будет ты зафиксировал в том моменте Спасибо. Спасибо. Набираешь полную грудь, такое ощущение, как будто он просто лопаться начинает. Да, как печенье, как сухое тесто, да, рассыпается и ломается, все правильно. Вот фиксируй то, что сейчас на твоем теле, их больше нет. Вот каждый участок своего тела, где он был, просмотрел бедра, просмотрел руки, голову, все просмотрел, и их больше нет. Да, да, проверяй. Где-то забедренный. Чего осталось? Убирай. На том теле он немножко другое положение имел. Да, все правильно, он фиксировал как задние лобки. А здесь он как раз вот в районе тазобедренных суставов чуть выше. И вот самое интересное, там тело меньше было, тоньше. И его незаметно, потому что он внутри. Убирай сейчас, избавляйся от этих сапканов. Вот это вот смирение чужой воли, грубое навязанное, оно не нужно. Убирай его. Я не понимаю, как его вытащить. Он внутри. Да, руку засунул. У тебя же эфирное тело имеет другие свойства, чем физическое. Начнем сначала. Ты позволяешь этим капканом быть чужой волей в тебе? Нет. Ну вот нафига тогда оно тебе? Пусть вся чужая воля и выйдет из твоего тела, из твоих тел. Выглядит как наручник от кандалов, только с шипами внутрь. Да. А как его сломать, не знаю. Если у меня с груди он просто осыпался, вот это самый вредный был. Давай посмотрим, они все в одной ситуации были те установлены? Все по одной ситуации? Или может этот, который на тазобедренных, что-то другое? Почему он не убирается? Возможно, не та временная координата. Если все убрались, а он здесь держится. Если те небольшие, он маленький, у него форма другая. Давай посмотрим, как ты выглядел, когда тебе этот маленький устанавливали. В каком-то теле был в тот момент, когда тебе устанавливали? Моменты до установки. Моменты до установки. Да кто же тебе сказал, что не можешь? Давай еще раз. Я подсвечу. Смотри, момент до установки. Пока этого обруча еще нет на твоем теле. Смотри, ты в этот момент кто? Похоже опять на человека. Угу. Угу. Все правильно. Угу. Где-то такое, как будто такая же рептилка, которую мне ставила предыдущие два. То есть в прошлом каком-то воплощении ты был этим крокодильчиком-рептиком? Угу. Угу. Размеры тела. Угу. Угу. когда этот обруч на тебя устанавливается? К чему тебя принуждают? Смотри. Или это подарок, может? Это не подарок. Как темношные животные использовали? Ящерка. Привязанные. Ящерка. Не цепочка, а какой-то материал наподобие лента, фитиль, ремень. Какая-то веревка, но она из растительных материалов плетеная. А если тебя использовали как домашние животные, кто тебя использовал? Они тоже не люди. А кто? Непонятно. На рептилии не похоже. Хорошо. А на кого похожи? Кожа серо-синяя. Форма... Форма руки, ноги, голова есть? Присутствует? Это гуманоиды? Да. Глаза большие, серые, черные. Тонкие-тонкие такие, ноги длинные, тонкие. Ну, был домашним животным. Ладно, хорошо. Смотри, ты долго там жил, или тебя просто отловили? Я с ними не жил долго. Тебя как отловили, поймали. И это вот как силок на тебя одели, все правильно. И потом с этим же силком я и прожил-то недолго. Куда тебя отправили? Они тебя ловили. Зачем? Точно, я просто волоком. Да, все правильно. Куда тебе собираются отдать, продать, передать? Нет. Такое ощущение, что он живодерный. Ну, это не совсем живодерный, но... Смысл примерно такой же, что меня там не будут ходить или лелеять, а для каких-то опытов. Чувствуется, так как существование совсем разумное, чувствуется агрессия. Агрессия и любопытство. Что происходит дальше? С одной стороны, брезгливое отношение ко мне. То есть, они боятся меня руками брать, так это, ну, как... Как лягушку какую. Там, как петля какая-то, Илья. Такая, знаешь, поймали его вот так за бедра и молочит, он изгибается и молочит. Лассо, да, и они его тащат. Это чуть раньше было, чуть менее разумный мир. Да, да, это ниже. Вот это лассо убирает. Тебя схватили, вот как гусульман за пояс, вот и тащат. Это лассо, которое ты тоже пытаешься избавиться, понимаешь, что ничего, и как смирился, а пусть будет. И вот оно давит несколько жизней энергетику тебе, так как твоя же воля давит твою же энергетику. Ты сам только что это озвучил, что тебе интересно, куда тебя тянут. И агрессия какая-то у тебя есть, но и интерес какой-то, что вдруг там будет что-то интересное, там где тебя поймали. Ты снова позволила этому быть на тебе, понимаешь? Любознательный ты наш. Убирай. А почему-то он сейчас сломался. Потому что нашел позволение, убрал вот и все. Просто взял, так и... Да, зынь, зынь, и все, да. Да, если раньше не мог убрать, то поднимайся, всплывай, наполняйся. Отдыхай, да. Всплывай. Выдыхай. Вот это очень глубоко, да. Да, просаживается немножечко пока туда вернешь. Это половая чакра, это первая, ну первая-вторая чакра, она пережимала поток. Сейчас вот восходящий поток у тебя будет налаживаться. Впитывай. Она и не будет тебе болеть. Теперь, да, без обручи-то не будет головой болеть. Че ей болит-то? Че ей болит-то? Наполняйся. Да, это что-то с чем-то. Спокуха. У нас самое главное пересетить. Цю херня. Надо. Есть такое надо, товарища Сталина. Вот ничего не знаю. Вспоминаешь прошлую жизнь. Ну, какие картинки, это просто знания. Ты же не чужое, что ты смотришь. Картинки, когда ты чужой, что ты смотришь. А тут ты о себе. Ну, ты помнишь. Ты помнишь, как там с велосипеда упал в детстве. Ты помнишь, как там за хлебом вчера сходил. Ну, условно. Ты знаешь, это все. И картинок нету. И картинок нету. Сравнивал воспоминания детства. Картина, я помню, было это, это. Да, да. Какие картинки? Ты знаешь и все. Это мужской способ работы с информацией. Тут женщин там картинки. 20 времен. 5 потоков, 20 картинок. 10 ощущений. Туда, не сюда. И повседу печалька. Ну, это у кого-то, да. Да, у всех. Эмоции. Когда вспоминается всех. В смысле эмоции, да. Знаешь и все. Вот как раз это на, естественно, ощущения. Вот позвоночники там сводят тяжесть. И прочее, вот ощущение тела. Поначалу, блин, так колбасило. Ну, и сейчас тоже. Так. Вдыхай, вдыхай. Это мелочь. Атланты сзади. Вот сюда. Идите, ощущения. Только чуть повыше. То есть, чем старше воплощение, тем глубже. Это вот тут. Четко вот. Повыше ушей. Меж ушей и выше. Да. Есть. Нет. какую-то координату нужно создать наверное чтобы ему было проще с ней синхронизировать ну как как транзистор работает полупроводник когда ты впервые об этом узнал как работают полупроводники транзистора ребенком еще был потом уже в школе когда был а до этого лаборатория какая-то умничка можешь когда хочешь говоришь не могу лаборатория приборы какие-то стоят пробирки там химико-физическая халаты белые как ты выглядишь при этом и и и и и и и и и сейчас Седой уже совсем. Чем-то на Эйнштейна похожий. Высунутым языком? Не, прическа похожая. Так, так. Ну, смотри. Как бы тебе сказать, помимо прически, ты всегда лохматый был? Сейчас вот так вот лабораторию вижу у себя в халате в белом. Смотри, лабораторию прежде всего. Смотри, лабораторию прежде всего. Смолда. Это что? По-моему, что-то атомная и ядерная физика. Какой-то реактор. Прототип. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Это где-то в лесу. Ты у нас в России. Да. Да. В бывшую сферу. Да. Секретный город какой-то. Да. В лесу. Да. Разработки ядерного реактора. Да. Это не водородная бомба, ничто, это реактор, который будет работать и должен давать энергию просто, электричество. У нас не получалось стабилизировать ее работу. Постоянные аварии были, шли сбои. Постоянно приходилось его глушить, останавливать, никак не могли найти компромиссное решение. Он начинал перегреваться, когда опускались эти грязные стержни. Начинало все перегреваться. Угу. Были неудачные. Это после войны. Угу. Ну, само собой. Да. Соответственно, тогда еще... Ночевая болезнь была потом. Многие не хватает их. Угу. Угу. Ух ты. 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 И потом закрыли эту модель. Уже были облучены все. Еще не знали, как от нее прятаться. Это были одни из первых опытов с ядерной энергией, скажем так, в мирных целях, управляемой ядерной реакцией. Одни из первых опытов были. В больнице я лежал потом. Меня пытались от последствий облучения спасти. Роги были. Голова бинтами замок. Да, как красный лоб. Тебе любопытно? Ты любопытный? Ты сойдешься прям в реактор? Да, она до сих пор осталась. Вот эту вот любознатию. Да, вот сразу, да, прям. Не могу вспомнить, как меня звали. Как выглядел, как коллег звали, имя, название проектов, места, здания, как выглядел, что все, что идет, то и говори. Здания в лесу были. Небольшие. Частично деревянные, частично кирпичные. Забор бетонный вокруг с колючкой. Часовые, соответственно. Ну, обычная шарашка, чтобы творили и без... С винтовками часовые. Отвлечен, ну, конечно. Почему-то Виктор идет. Ну, это вторично, неважно. Фамилия. Да ладно. Ну-ка. Фиори. Курчори. Да. Поздравляю. Родил. Курчат. Почему мы не могли добиться управляемой реакции? Неправильная конструкция котла была. Неправильное расположение... Стержней. Стержней уроновых. Да. Ну, сейчас у тебя память есть. И у нас это все перегревалось постоянно. Да. Слишком много. Вы как гнездо, вот так, как, типа, сотый вот. Не так надо было располагать как-то. Там переизлучение друг на друга и средние расхерачивались. Понимаешь, почему, когда взорвался Чернобыль, тебе начала болеть голова, и всю жизнь тогда болела голова по следу? Да, резонанс. Связь какую-то улавливаешь, резонанс какая-то. Да, там по всем. Там все сознания были. Там Димин сознание. Ну, Димин же там проснулся, и его заглушить пытались. Весело. Весело, весело. Весело. Теперь понятно, как от этого можно будет избавиться. Молодец. Смотри, где твой... Это со мной-то никак не связано. Это с тобой связано. А с кем? Там был квантовый комп, с которым... Тим связан. Не со мной, и с этим связано. Там квантовый комп с сознаниями... В общем, ядерный проект. Они там что-то мудрили. И там Дима проснулся, он вспомнил. И он вылетел оттуда, и потом родился. Вот это сознание. Его сознание было вообще в разных структурах. И твое сознание частично сейчас. И сейчас даже. Смотри, где. Собирай кучку мозгов. Сознание. Говорит, да ладно, да ты на фотографии посмотри. Это ты думать-то не нужно. Похож, похож. Ты похож. На глаза посмотри. Без бороды похож. Один в один, да? Да, на глаза посмотри. Что-то есть. Я тебе пришлю запись с самого начала. Я тебе сказал, да ладно, потом прислал Моне ссылку. Я посмотрела головы и покивала. Я еще сумневался. Ну вот смотри. Вот. Пересылаю. И слава. Вот. Смотри, дата когда. Было послано. Там есть реквизит, когда я ей послал, это не только тебе переслал. Сейчас посмотрю. Стрит-син только мне вот переслал. Сейчас. Сейчас. Минуточка. Пересланные сообщения есть? 11.42. Ну да, ну ищите эти видео, покажу, да. Но у меня 12.42. Ну, у нас время разное, да. У меня же на час сдвинуто. В общем, потом увидишь. Вот. Я тебя впервые увидел, смотрю, блин. Курчатов Игорь Васильевич. 11.42. А мне там что? Не Игорь, а Виктор. Игорь Васильевич. Вот Курчатов. Вижу. Я нажала на то, что мне прислал вот сверху цельнадор. Ух ты. Да. Так, что-то я тут со скайпом сделал, у меня все. Куда все это делаешь? Не важно. Я тебя вижу, все хорошо. Вспоминай дальше. Как жил, как работал, когда умер. Пропал. Я пропал. А я камеру. О, есть. Так. Перегруз немножко. Да. У него много уже информации, он уже все держит. Вот она идет, а ты ее, все, хватит. Моз кипит. Пока моз кипит, да. Коробочка полная. Ты сам тормозишь. Главное, что ты вспомнил. От тритона до Курчатова это как-то. Все, на сегодня реально хватит. Отдыхай, по крайней мере. Пока. Я останавливаю запись. Ребята, вы супер. Да мы-то что, ты сам все. Мы-то что, ты сам все. У меня просто нога уже стала, это, мозоль там, пинать его. Так, ты сам. Все, останавливаю запись.